Управляют дронами, тренируют строевой шаг, учатся 3D-моделированию. В региональном доме юнармии молодежь развивает способности. Занятия для школьников проводят бесплатно. Татьяна Кияева побывала на одном из них. Тимофей 6 лет занимается любимым делом – авиамоделированием. Умело обращается с инструментами. Сейчас готовит площадку для крепления крыла. Какие собираешь обычно самолеты? Ну, планера всякие. Например? Именно зальный, чтобы на дальность пролетели. И на радиоуправлении. Юноармеец должен вести здоровый образ жизни, обладать хорошей физической подготовкой. Заниматься спортом ребята могут в зале с множеством тренажеров. Встречу назад, расправляю. Раз. Проектировать 3D-модели самолетов, разбираться в устройстве стрелкового оружия, управлять дронами. В доме юноармии не только военная подготовка. Можно развивать самые разные таланты. Например, попробовать себя в журналистике. Брать интервью, записывать подкасты, снимать и монтировать видео. У нас есть творческие объединения, в которые ребята просто приходят заниматься. Это есть и юноармейцы, и не юноармейцы, которые приходят. Допустим, все начинают заниматься и понимают, что они хотят вступить в ряды юноармии. Все ребята приходят на программы дополнительного образования после основной школы. Занимаются в среднем по 2-3 раза в неделю, занятия продолжаются по 2 часа. В штабе юноармейцев встретились и пообщались с министром образования Новосибирской области, заместителем губернатора региона и сенатором Российской Федерации. Юноши и девушки поделились планами на будущее. Рассказали, в какие вузы думают подавать документы. Я хочу поступить в новосибирскую кооперативную технику на туризм и гостиничное дело. Феликс – курсант военно-патриотического клуба «Гвардеец». Дважды участвовал в параде победы 9 мая. Парень мечтает стать военным. Когда я впервые вышел на площадь Ленина, когда уже должен был стартовать парад, на душе такое волнение было большое. Потому что, можно сказать, что весь город на тебя смотрит. И ты будешь проходить по этой самой площади. Он прям дух захватывает и одновременно берет гордость. Юноармейцы участвуют в волонтерском движении и ведут работу по сохранению памятников. В Новосибирской области планируют открыть новые штабы в муниципалитетах. Татьяна Кияева, Тарас Тарасов, Новости ОТС.